Курортный сезон завершился, расход воды существенно упал. Но осенние дожди создали дополнительную нагрузку на систему очистных сооружений. Впрочем, даже обильные осадки не стали причиной сбоев. Оборудование работает в штатном режиме. За этим внимательно следит инженер-технолог Татьяна Егорова. На своем рабочем посту она уже более 30 лет, поэтому секретов и неожиданностей в работе нет. По словам Татьяны Сафроновны, пиковые нагрузки миновали городскую систему очистки. За лето здесь отфильтровали более 4,5 миллионов кубометров канализации источных вод. Теперь можно спокойно переходить в зимний режим работы. Сейчас мы будем переходить на зимний период. Мы будем оставлять две нитки, а две нитки будут подвергаться ремонту. Значит, вот весной мы это ремонтировали, две нитки первичного отстаивания. Вот, как раз вот вы снимали эти отстойники. А эти все ждут своей очереди. Сейчас мы остановим первую нитку, отремонтируем. Мы купили аэраторы новые, вот, на один из аэротенков. То есть мы ремонт делаем практически вот только в зимний период времени и немножко весны, когда маленький приток. Важная работа ведется и на главной насосной станции, расположенной в верхнем джемоте. Кроме того, что здание капитально отремонтировали, здесь была установлена дополнительная дизельная электростанция на 100 киловатт, который обеспечивает бесперебойную работу насосов. Станция обеспечивает водой всю Анапу. Также ведутся работы по замене старого трубопровода, который исчерпал свой ресурс. На данный момент происходит замена двух аварийных трубопроводов диаметром 500 на 1200, что обеспечит большее количество снабжения водой нашего города, курорта. Работы производятся по плану. Полипропилен гораздо качественнее, то есть не образуются наросты в трубопроводах, не откладываются известковые налеты в трубе и по долголетию сроку службы гораздо больше пропилен, чем сталь. Все работы, которые проходят на объектах водоканала, плановые. Как заверяет руководство предприятия, на жизни горожан и деятельности городских объектов это никак не отразится. Сейчас в штате водоканала почти тысяча сотрудников. 60% из них – это люди, которые по несколько десятков лет работают здесь и знают свою работу досконально. На сегодняшний день хотелось бы отметить, что при помощи администрации и в тесном с ней взаимодействии все, что мы делаем, для нас проходит как бы по зеленой улице, можно и так сказать. И благодаря помощи администрации непосредственно главе все, что происходит сейчас, все, что вы увидели и увидите, это делается в тесном взаимодействии. Анапа к зиме готова. На случай возникновения форс-мажорных обстоятельств есть резервные линии, которые обеспечат население необходимым количеством воды. Главное направление работы сейчас – замена оборудования на более мощное и подготовка к новому сезону 2017 года.